Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о послании апостолу Павла Кремлина, мы обратимся сейчас к 11 главе. 11 глава чрезвычайно важная и в общем контексте послания кремлинам. И на самом деле то, о чем Павел здесь пишет, оказалось потом важно вообще для истории христианства. В целом, для того, как развивается христианская мысль, христианская жизнь. 11-й, 3-й из глав, посвященных апостолу Павлу, проблеме народа Божьего, его обращения ко Христу или не обращения. Он говорил об этом и в 9-й, и в 10-й главах, говорил вещи тоже очень важные. Но вот в 11-й оказывается еще несколько таких способов посмотреть на проблему, которые предлагает Павел, которые чрезвычайно важны. Начинается 11-я глава неким риторическим вопросом, как он это неоднократно уже делал в послании кремлинам, задавая риторические вопросы. Вот он спрашивает читателя, «Неужели Бог отверг народ свой?» Вопрос, собственно, относится к тому факту, что народ Божий, который на протяжении весьма длительного времени ожидал явления Мессии, ожидал, что вот сегодня или завтра придет посланный от Бога избавитель Израиля, вот этот народ Божий не услышал проповедь Христа. Хотя это на самом деле не совсем так, потому что весьма многие услышали. Но действительно народ как целая, как некая этнокультурная или тем более политическая единица, в самом деле не превратился разом в учеников Господа Иисуса Христа. Вот почему задается таким вопросом апостол Павел. Еще тоже важно обратить внимание на то, что, судя по самой постановке вопроса, в то время, когда он пишет это послание, по-видимому, уже появилась некая идея, которая получила впоследствии название «теология замещения». Теология замещения предполагает, что тот ветхий народ, который произошел от Авраама, который вышел с Моисеем из земли египетской, в котором царствовал Давид, вот этот ветхий народ, Богом отвергнут по тем или иным причинам. Ну и обычно в теологии замещения еще тоже разъясняют подробно, что они сами виноваты, вот такие беки нехорошие. А теперь вместо этих людей, выброшенных на свалку истории Богом, как будто, оказывается, какие-то другие, посторонние люди, собранные из всех народов, христиане из язычников, собственно. На этом основании христиане аж до самого Холокоста любили называть себя новым Израилем, предпочитая не задумываться о том, о куда, собственно, делся старый. Для Павла в этой главе совершенно очевидно, что уже ему знаком такой взгляд, знакомо это теология замещения, но для него это совершенно неприемлемо. И, в общем, основная мысль, основное рассуждение апостола заключается в том, что если Бог кому-то что-то обещал и не выполнил, и отверг того, кому он это обещал, то что же это за Бог такой, следует ли ему верить и за ним идти? Ну, очевидно, что нет. Поэтому апостол, собственно, и пытается обрисовать картину, которая была бы более здравой альтернативой этой самой несчастной теологии замещения, предполагающей, что теперь церковь из язычникова заместила иудейский народ. Заметим еще тоже, что тема для XX века исключительно важная, потому что, конечно же, логическим завершением, логическим завершением теологии замещения, с которой так сражается здесь Павел, так вот, логическим завершением этой теологии является Холокост. Холокост. И поэтому вот в тексте середины первого века мы читаем нечто совершенно недвусмысленно актуальное и в наше время тоже. Ну и вот апостол начинает, как я уже сказал, с вопроса, так что же, разве Бог отверг народ свой и говорит на это, нет, никак, так не может быть. Не может быть. Бог не может отвергнуть ни народ свой, ни кого-либо еще из людей. Во-первых, потому что где же тогда верность Божья? А во-вторых, потому что он сам говорит, что приходящего ко мне не изгоню вон. И говорит о том, что нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых сих. И дальше апостол Павел рассуждает примерно следующим образом. Во-первых, он вспоминает об истории вообще спасения избранного народа, и в том числе вспоминает в качестве примера историю пророка Ильи, который жалуется Богу на народ. Так вот апостол Павел и пишет, что Илья жалуется на народ и говорит, «Я остался один, моей души ищут». Ну, такая знаменитая тоже история, когда поклоняющиеся всему на белом свете, чему попало израильские цари, вот охотились на пророка Илью, который был, понятное дело, человеком, почитавшим единого Бога. Ну, и Господь, как мы знаем это из Ветхого Завета, из послания апостола Павла, говорит Ильи поразительные совершенно слова. Он говорит, «Я сохранил себе семь тысяч мужей, не преклонивших колено предвалами». Стало быть, апостол Павел здесь вспоминает тот момент, когда Бог сказал или, что, наверное, да, ты прав, какая-то часть людей поклонилась языческим богам, но есть какое-то количество людей, которых ты, может быть, и не видишь. И вот они не преклонили колено предвалами. Вообще говоря, тоже за этим стоит, за этой цитатой Павла, стоит некоторая идея, которая была важна и в священной истории Ветхого Завета, и в той духовной культуре, в которой происходили новозаветные события, и осталась важной для христиан, для христианской мысли, для христианской церкви представление о том, что существует некий остаток избранного народа, невидимый, неопределимый остаток вот этих 7 тысяч мужей, не преклонивших колено предвалами. Потому что если поставить в виде толпы или первовайской демонстрации весь народ Божий, всех тех, кто формально считается таковым, то среди них будут эти 7 тысяч людей, 7 тысяч мужей, не преклонивших колено предвалами, но ты ни за что на свете их не отличишь. Бог отличит, Бог их видит, Бог видит тех, кто принадлежит к остатку Израиля, а люди нет. И повторю, это было очень важно для духовной культуры межзаветных и новозаветных времен сама по себе эта идея, представление о том, что есть некоторое количество благочестивых мужей, благочестивых верующих, праведных людей, которые, собственно, и оправдывают перед Богом существование Божьего народа, и ради которых должен и может прийти Мессия. Заметим, кстати, что, знаете, у нас принято обычно считать фарисеев прям такими вообще ужас-ужас нехорошими двушниками, а на самом деле, я бы сказал, фарисейскую духовность характеризует то, что они не соглашались на число там 7 тысяч или сколько-то, они считали, что остаток – это никак не меньше двух третей народа израильского. Ну, это замечание к слову. Для христиан, конечно, та же картина оказалась актуальной. Если авторы первого столетия, да тот же Павел и другие апостолы, говорят все же о церкви, как о собрании святых, принадлежащих Богу, то в последующей эпохе, особенно начиная с четвертого столетия, когда в нашей истории многое драматически переменилось, конечно же, вот стало почти общим местом считать, что и церковь тоже, как Ветхий Израиль, представляет собой некую совокупность людей, которые по внешности, формально к ней, как кажется, принадлежат, но не принадлежат к остатку народа Божьего, не принадлежат к вот таким, так сказать, семитысячам мужей, не преклонивших колен предвалами. Это важно с самых разных точек зрения, в том числе и экклезиологической, с точки зрения апологии, но это тема совершенно отдельного разговора. Для апостола же Павла здесь в 11 главе послания к римлянам важно другое. Он говорит, что да, вот сейчас тоже среди избранного народа есть некоторый остаток, который сохранился по благодати, по благодати. избранный остаток. Почему для нее это важно? Потому что он выше говорил о том, что и всех остальных христиан, изъязычников, Бог тоже призывает по благодати, по дару своей бескорыстной щедрости, бескорыстной щедрости, что, собственно, и обозначает слово «благодать» вовсе не невидимая колдовская сила, как мы привыкли расшифровывать этот термин. И вот Павел говорит, но и этот остаток принимается Богом по милости, не потому, что они заслужили чем-то лучше тех, кто не вошел в остаток Израиля. Хотя, да, это люди, не преклонившие колено предвалами, но все равно апостол Павел обращает внимание на то, что это дар милости, а не дар обязанности Божьей. И в 11 главе одна из ключевых его мыслей в том, что Бог всех заключил под непослушание, чтобы всех помиловать. Оказываются изначально непослушными Богу язычники, но тех из них, кто поверил Иисусу Христу, принимаются по милости Божьей, но и израильтяне тоже, как таковые, тоже оказались не верны Богу. И из них некий остаток тех, кто поверил, тех, кто поверил Иисусу Христу, кто вошел в этот мессианский остаток всерьез, вот они тоже принимаются и тоже по милости Божьей. Чрезвычайно, это, конечно, важная идея. Дальше апостол Павел рассуждает следующим образом. Он говорит, ну что теперь, давайте посмотрим, раз израильтяне оступились или приткнулись в нашем синодальном переводе, чтобы совсем упасть, или отпасть окончательно, можно было бы, наверное, сформулировать вопрос именно так. Это окончательное отпадение Израиля или еще что-то может произойти, или что-то может быть сделано? И снова апостол Павел предлагает своему читателю посмотреть с другой стороны. Он говорит, нет, нет, это не окончательное падение, но, говорит он, их падение служит спасению язычников. Таким образом, он предлагает читателю увидеть, что то, что Израиль не весь обратился к Христу, то, что это не происходит автоматически, механически, по рождению, по праву происхождения или обрезания, то, что тоже требуется и от израильтян уверовать и креститься, Павел рассматривает как возможность войти в царство и для язычников. Где здесь логика? Ну, во-первых, как мы только что говорили, апостол предполагает, предлагает читателю увидеть встречу человека со Христом и веру человека, доверие человека Христу не как результат своей там иудейской или языческой природы, а как дар милости Божьей. А во-вторых, дальше, в следующих строках, мы видим, как мысль апостола раскрывается и иллюстрируется еще одной в общем новой и достаточно неожиданной плодотворной моделью. Здесь же вот в 13-15 стихах апостол говорит о том, что само по себе уверование язычников, обращение язычников также служит к возбуждению ревности о Боге среди иудеев. Такой он в общем пытается обозначить словами автокаталитический процесс, когда отсутствие веры, недостаток веры у иудеев и необходимость доверия Богу и помилования от Бога дают возможность язычникам примкнуть к народу Божьему, пойти за Богом. А это в свою очередь возбуждает ревность о Боге у израильтян и глядя на то, как народы мира обращаются ко Христу, они тоже обращаются иудеи к своему Мессии. Здесь еще несколько за кадром стоит мысль, которую апостол Павел не формулирует, ну, потому что ему, может быть, она кажется довольно очевидной, а для его читателей скорее всего известны это представление о том, что ведь именно спаситель Израиля, Мессия Израиля, Христос станет тем, за кем пойдут язычники, к кому обратятся народы мира, придут народы мира к света к света твоему. Это говорится именно о Мессии, который спаситель Израиля и который создает такую вот удивительную вещь, как обращение бывших язычников к единому Богу Израиля. И поэтому Павел говорит, что вот то, что язычники обращаются, то, что язычники становятся христианами, принимают крещение и живут праведной жизнью в Духе Святом, это как раз свидетельство именно о том, что Иисус и в самом деле настоящий Христос, настоящий Мессия Израилев. Павел уже несколько раз говорил об этом в других местах. Для него это очень важная вещь, если хотите квинтэссенции веры, то, что вот этот Иисус есть Христос в славу Бога Отца. А дальше апостол говорит, смотрите, какие удивительные вещи. Во-первых, он вскользь замечает в 15 стихе, что посмотрите, если отпадение Израиля ведет мир к примирению с Богом, то тем более, когда они вернутся, когда они уверуют, тогда это будет вообще полная победа воскресения из мертвых. И, наконец, центральная, наверное, часть 11 главы это фрагмент с 17 по 24 стих или, может быть, по 27, где апостол предлагает всем своим читателям, как иудеям, так и христианам из язычников, увидеть следующую модельную картину в продолжение того, о чем он выше говорил, Израиль отпал, чтобы была возможность для язычников войти в царство, присоединиться к Божьему народу. И Павел видит это вот как. Он предлагает увидеть народ Божий как культурную маслину, как культурную маслину, которая, собственно, корень всего дерева, и, стало быть, видит он как достаточно большое и разнообразное дерево весь народ, следующий за Богом Израилевым. Тоже сама по себе довольно ценная и значимая картина, модель такая. Ну вот, Павел говорит, что есть некие ветви, которые отломились от основного культурного ствола, и на их место прививается дичок, прививается маслина или ветви маслины, дикой, дикий побег. Ну и, соответственно, он находит из этой аналогии, из этой картины некоторые значимые для него следствия. Во-первых, в этой картине, конечно, для апостола не составляет особого труда объяснить, какую роль играет, зачем нужен и какова судьба древнего Израиля, ветхого Израиля, тех, кто являются потомками Авраама и участниками Моисеева завета, да, Израилем по плоти. И вот он говорит, это культурная маслина, которая своими соками питает все последующее древо. Ну, в общем, если так хватает смелости посмотреть честно в зеркало, то надо сказать, что мы не совсем дикие ветви, привившиеся к этой маслине, потому что мы свои дикие соки и языческие, так сказать, традиции культурные привносим в веру Христову, думая, что этого совершенно достаточно, что это хорошо и правильно. У меня нет впечатления, что так уж много мы согласились от корня своего почерпнуть, от опыта веры Израиля, от опыта веры народа Божьего, то, чем мы должны были бы наполниться, пропитаться, как дикий побег соком культурной маслины, по большому счету оказалась практически отвергнута. Что, надо сказать, создало впоследствии в истории христианской мысли целый ряд существенных проблем. То есть, грубо говоря, мы попали в некоторые ловушки интеллектуальные или духовные, в которые могли бы не попасть, обладаем мы вот этим опытом, этим соком культурного корня, опытом веры народа Божьего. Хотя, наверное, тогда для нас были бы актуальны какие-нибудь другие ловушки. Тем не менее, вот исторически, скажем, там, абсолютная твердая уверенность в единственности и непостижимости Бога, которая запрещает вообще обсуждать что бы то ни было касающиеся его физиса, его природы. Ну, наверное, могла бы помочь нам избежать многих загогулин нашей догматической истории. Ну, может быть, и нет. Тем не менее, для апостола важно, чтобы его читатель увидел именно это. Он говорит, ты дикий побег, ты дикий побег, ты не можешь приносить плода Богу Израиля, потому что нет в тебе для этого ничего, и ты не знаешь, что это может быть за плод. Ты дикий побег, и вот ты привился к этой самой культурной маслине. Они отломились неверием, а ты держишься верой, говорит апостол Павел. И тоже, в общем, поразительное, замечательно важная вещь, что мы на самом деле вот именно верой становимся членами тела Христова или ветвями этого древа. А дальше Павел добавляет еще одну серьезную вещь, он говорит, не гордись, но опасайся, не гордись, но бойся, не гордись, но будь осторожен, можно было бы еще перевести. Ну, в общем, да, не гордись, но бойся в нашем синодальном переводе. Он говорит, что нечего особенно хвастаться-то. Это вера, которая сделала тебя ветвью этой культурной маслины, она ведь дар божий, а не твоя заслуга. Это, во-первых, во-вторых, ты можешь отломиться точно так же. Не гордись, но опасайся. Ну, тоже, в общем, нет впечатления, что в истории своей, ну, в первых двух тысячах лет нашей истории христианства, как известно, только начинается, да, но все-таки за эти первые две тысячи лет нет впечатления, что мы прислушались к вот этому совету апостола Павла. Дальше апостол говорит о том, что вот ты видишь, как Бог благ и как Он суров, как Бог в сущности четко различает между добром и злом, между верой и неверием. И дальше апостол говорит еще о том, что не забудьте, что они, они, имея в виду израильтян, те, кто еще не уверовал, они привьются. И если ты, дикая маслина, мало что вообще понимая в том, что такое жизнь перед лицом единого Бога, если при всем том, ты, тем не менее, привился, ну уж они-то тоже обратно привьются. Если ты отсечен от дикой маслины и не по природе привился к хорошей, тем более сии природные привьются к своей маслине, говорит апостол Павел. И в заключение этой части разговора он говорит, вот не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. И обычно для апостола Павла подобное выражение означает, что вот он сейчас попытается сформулировать нечто для него самого важное. Вот что такое эта самая тайна, о которой он не хочет оставить нас в неведении. Он говорит, ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. До тех пор, говорит он, пока все язычники, которые смогут, захотят, согласятся войти, вот пока они не войдут. Таким образом, это отпадение Израиля создает своеобразные врата Царства Божьего, врата новой жизни, в которые верой могут войти и все язычники, которые поверят Иисусу. А потом, говорит апостол, в конце концов войдет и Израиль. Ожесточение произошло от части до времени. Часть израильтян ожесточилась только на время, говорит апостол. Когда же число язычников станет полным и весь Израиль будет спасен. Весь Израиль будет спасен. Апостол говорит о том, что это сейчас, пока, они враждебны Евангелию, но они все равно избраны, они все равно возлюблены Богом ради отцов, потому что дары и призвания Божьи не приложены, дары и призвания Божьи не подлежат отмене. Итак, смотрите, во-первых, здесь апостол говорит о том, что не обманывайтесь, только не все израильтяне отреклись от Христа, но и в самом деле он пишет в общину, где не меньше половины христиан, это христиане из-за иудеев, и произошло это до времени, до времени, не навсегда, не постоянно, когда засвидетельствует о Христе полное число язычников, тогда это будет свидетельством о истинности Господа Иисуса как Мессии Израиля, и тогда и остаток Израиля войдет. Ну и дальше, кроме этого, видите, апостол говорит о том, с чего мы начали, что Божьи дары и Божьи призвания невозможно отменить, невозможно отменить, как сам Бог говорит в Ветхом Завете, даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. Бог не может забыть, Бог не может отказаться от своих обещаний, которые он дал Аврааму. И Павел предлагает полагаться именно на это, верой полагаться на то, что данное Богом обетование не приложено, а не на тот факт, что некоторые из иудеев сегодня еще пока, или как это в нашей стране говорят, кое-где у нас порой еще не обратились к Христу. Не это важно, а важно то, что раз Бог обещал, Бог не отступится от своих обетований. В конечном итоге это оказывается центральной, ключевой мыслью всей одиннадцатой главы. И заканчивает эту часть своего письма апостол словами всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. Конечно, такая формулировка может быть признана и не самой удачной. Знаете, наподобие слов о том, что Бог ожесточил сердце фараона. Бог не ожесточает сердец, конечно, да, но все-таки апостол говорит, что так избрал Бог вот такой способ действий, да, Бог пошел на то, что и Израиль, и язычники оказались непослушны его призыву для того, чтобы и для тех, и для других источником спасения была милость Божья. Ну, надо еще заметить, что, конечно же, для нас сегодня в эпоху, когда хотя бы формально христиан там порядка полутора миллиардов человек, плюс-минус там трамвайная остановка, а иудеев значительно меньше, нам кажется, что как-то проблема выглядит не так, как в глазах апостола Павла. Для Павла и его культуры характерно, что мир абсолютно четко делится надвое, и между этими двумя половинами стоит стена, преграда, как он выражается в другом своем письме. И вот это раздвоенный мир на народ Божий и язычников, это действительно в их глазах такие вещи сопоставимые по масштабу, они нечисленностью определяются. И вот поэтому так для Павла важно. И этих заключил в непослушании язычников, что само собой, и эти тоже оказались непослушные, Бог, скажем так, не предотвратил их непослушания, чтобы и те, и другие действительно получили дар спасения его милосердием. Продолжение следует...